Габриэль Гарсио Маркес родился 6 марта 1927 года в городе Аракатака, в Колумбии. После рождения ребенка отец Маркеса получил должность фармацевта и переехал с супругой в Баранкелью, город на севере Колумбии, оставив маленького Габита в Аракатаке на воспитание дедушки и бабушки. Зимой 1936 года отец забрал Габриэля и его брата в Сенсо, а несколько месяцев спустя семья перебралась в Сукре, где отец будущего писателя открыл аптеку. Однако воспитание деда и бабки сильно повлияло на жизнь и мировоззрение Гарсио Маркеса. Его дед, Николас Рикардо Маркес Мехия, которого мальчик назвал Пополело, был ветераном тысячедневной войны и героем колумбийских либералов. Николас, которого Габриэль называл своей пуповиной, связывающей его с историей и реальностью, был превосходным рассказчиком. Габриэль был вдохновлен тем, как она относилась к необычному как к чему-то совершенно естественному. В их доме часто звучали рассказы о призраках и предзнаменованиях, которые полковник старательно игнорировал. Габриэлю нравилось, что даже самые фантастичные или невероятные истории его бабка выдавала так, будто они являлись неопровержимой правдой. Этот невозмутимый стиль проявился позже в некоторых известных произведениях писателя. В школе Гарсио Маркес был робким ребенком, увлекающийся написанием юмористических стихов и рисованием комиксов. Серьезного молчаливого ребенка, которого не интересовали игры и спорт, одноклассники прозвали Е. Эльве Эджо, старик. В годы учебы в колледже в Сан-Хосе Гарсио Маркес опубликовал свои первые стихи в школьном журнале. Позже, благодаря предоставленной правительством стипендии, Габриэль был отправлен на учебу в Иезуитсики колледж в Сипакире, городке недалеко от Богаты, где юноша значительно преуспел в различных видах спорта, став капитаном команды Лисео Нейсио Нелзи Паквейра в трех дисциплинах — футбол, бейсбол и беге. После его окончания школы в 1947 году Гарсио Маркес стал студентом Национального университета Колумбии, выбор юридического факультета был сделан угоду отцу. Однако Габриэль продолжал грезить о писательстве, желая создавать произведения, похожие по стилю на рассказы его деда. Когда после вооруженного восстания Богатаса университет закрыли, Габриэля перевели в университет Картахены, где юноша начал работать репортером местной газеты. В 1950 году Гарсио Маркес решил полностью сосредоточиться на журналистике, перебравшись обратно в Баранкелью и устроившись обозревателем и репортером в газету Е.Л. Хэролда. Жизнь и новые знакомства в Баранкелье стали богатейшим источником познания в литературе мирового уровня. Именно здесь у Гарсио Маркеса сформировался особый взгляд на культуру стран Карибского бассейна. В 1955 году была опубликована первая повесть Гарсио Маркеса «Палая листва» о старом полковнике, на поиски издателя писателю потребовалось 7 лет. Однажды колумбиец отметил, что из всего написанного с 1973 года «Палая листва» была его самым любимым произведением, потому как оно было самым спонтанным и искренним. Шесть лет спустя вышла вторая повесть писателя-полковнику никто не пишет о 75-летнем полковнике в отставке, ветеране тысячедневной войны. Реалистический текст повести был отмечен влиянием Эрнеста Хемингоэя. В этих двух повестях, а также некоторых более поздних работах Гарсио Маркеса можно найти отсылки к Лавио Ленси «Жестокой гражданской войне между либеральной и консервативной партией Колумбии» в 1950-х годах. Персонажи повести переживают различные несправедливые ситуации, такие как «Комендантский час», «Подпольные газеты» и «Цензура в прессе». Есть подобные отсылки и в первом романе «Недобрый час» 1962 год, однако писатель решил не использовать свое произведение в качестве платформы для политической пропаганды. Если первые произведения Гарсио Маркеса были написаны в жанре реализм, то впоследствии писатель экспериментировал с менее традиционными направлениями. Так, стиль романа «Сто лет одиночества» 1967, который принес Габриэлю мировую славу, окрестили магическим реализмом, а самым ярким примером явления стал фрагмент о том, как красивую женщину, развешивающую белье на веревке, внезапно подхватывает и уносит ветер. В 1972 году Гарсио Маркес ознакомил публику с его ранними работами, опубликовав сборник «Глаза голубой собаки», в него вошли ранее рассказы, созданные между 1947 и 1955 годами, впервые напечатанные на полосах местных газет. В небольших рассказах Гарсио Маркес, еще не до конца определившийся со стилем, смело позволил себе экспериментировать, но неизменно оставался виртуозом своего дела. В конце 60-х годов Гарсио Маркес, вдохновленный бегством диктатора Венесуэлы Маркеса Переса Хименеса, начал писать диктаторский роман «Осень патриарха». Работа над книгой продолжалась более семи лет, вплоть до 1975 года, когда роман, наконец, был опубликован. Согласно Гарсио Маркесу, этот роман является стихотворением об одиночестве власти. Сюжет книги развивается через серию анекдотов о деятельности и жизни политика, которые появляются не в хронологическом порядке. В 1981 году была опубликована новаторская по форме повесть «Хроника предсмертной смерти». Произведение, написанное в псевдожурналистском стиле, несколько лет спустя легло в основу фильма режиссера Франческо Рози. 8 декабря 1982 года Гарсио Маркес был награжден Нобелевской премией по литературе за произведения, в которых фантастическое и реалистичное сочетается в богатом воображаемом мире, отражающем конфликты и жизнь на континенте. Выступление писателя было озаглавлено как «Одиночество Латинской Америки». Гарсио Маркес стал первым колумбийцем и четвертым латиноамериканцем, награжденным Нобелевской премией по литературе. В 1985 году Гарсио Маркес выпустил очередную книгу, ставшую бестселлером «Любовь во время чумы». Роман исследует любовь в бесчисленных формах, идеальных и развратных. В основу книги легла трагикомическая история отношений родителей писателя, Луизы и Габриэля. Отец девушки, тот самый дед-половник, не одобрил выбор Луизы, ее кавалер слыл известным бабником. Габриэлю-старшему потребовалось написать сотни любовных стихов и писем, прежде чем родители Луизы разрешили молодым пожениться. Четыре года спустя биография Гарсио Маркеса пополнилась романом «Генерал в своем лабиринте». Жанр произведения трудно классифицировать, мнения критиков на этот счет расходятся. Был даже предложен термин «новый исторический роман», «жанр», совмещающий в себе латиноамериканский бум, постбум и постмодернизм. Помимо литературы, Гарсио Маркес был вовлечен в мире кино. Он написал сценарий более 25 фильмам и сериалам, а на основе его произведений было снято 17 фильмов. В 2000 году в газете «Ла Репаблика» в Перу было опубликовано стихотворение Ла Марионетта мексиканского чревовещателя Джонни Уэльша. По неким причинам, авторство стиха приписали Гарсио Маркесу. Стали быстро распространяться слухи, что душесчипательные строки – это прощальное письмо тяжело больного писателя. Два дня стихотворения активно декламировали в эфире радиостанций, текст быстро распространялся по интернету, однако довольно скоро выяснилось, что никакого отношения к публикации Гарсио Маркес не имеет. Последним произведением в карьере колумбийца стала повесть «Вспоминая моих грустных шлюх», вышедшая в 2004 году на испанском языке. Книга стала первым художественным сочинением писателя после длительного перерыва. В 2011 году книга была экранизирована датским режиссером Хёнингом Карлсоном. Гарсио Маркес встретился с будущей супругой Мерседес Борча, когда та была еще школьницей. Чтобы заключить брак, молодым пришлось дожидаться ее совершеннолетия. Влюбленные поженились в 1958 году и переехали в Каракас. Писатель всегда мечтал увидеть юг штатов, потому как ему импонировали южные романы Уильяма Фолкнера. Через три года у Габриэля родился второй сын, Гонсало, который сейчас работает дизайнером в Мехико. Уже после смерти писателя, в 2022 году, стало известно о еще одной наследнице, дочери Индире. Габриэль всегда скрывал от общественности этот факт из личной жизни, хотя близкие родственники знали о существовании девочки. Мать Индиры, журналистка Сюзанна Ката, познакомились они во время работы над сценарием одного из фильмов. Подтвердили эту информацию племянники Гарсио Маркеса, Шани и Габриэль Элиджио Торрес Гарсио. Последний даже сообщил прессе, что несколько раз общался с Индирой в интернете. Наследница носит фамилию матери и выбрала профессию, связанную с производством документальных лент. Колумбийское издание Е.Л. Юниверсал, обнародовавшая эту информацию, выставила в публикации фото предполагаемой дочери писателя. В 1999 году у писателя была диагностирована лимфома. Гарсио Маркес прошел курс химиотерапии в Лос-Анджелесской клинике и вошел в состояние ремиссии. Это событие побудило колумбийца начать писать мемуары. Я свел общение с друзьями до минимума, отключил телефон, отменил предстоящие путешествия и всевозможные планы, рассказал он в интервью газете Е.Л.Темпо. В 2012 году брат писателя, Хайме, объявил, что Гарсио Маркес страдает слабоумием. Два года спустя, весной, Габриэль был госпитализирован с сильным обезвоживанием, у него нашли инфекцию в мочевом тракте легких. 17 апреля 2014 года 87-летний Гарсио Маркес умер. Причиной смерти легендарной личности стала почечная недостаточность и пневмония. Тело писателя было кремировано во время семейной церемонии в Мехико. 22 апреля главы Колумбии и Мексики посетили официальную церемонию. Похоронный кортеж сурный с пеплом писателя двинулся от дома, где Гарсио Маркес прожил более 30 лет, ко дворцу изящных искусств Паласио де Белос Артес. Жители родного города писателя Аракатаки, также провели символические праздники.